представляю вашему вниманию небольшой видео обзор различных типов баскетбольных маяк вот я взял то что у меня дома есть и сейчас покажу вам и вообще бывают у нас россии по крайней мере в продаже баскетбольные майки чем они отличаются ну и вкратце посмотрим разные виды вот это вот красная chicago bulls это так называемая реплика то есть просто майка скажем похожая на майку команды chicago bulls черная майка chicago это так называемый ретро стиль майки от компании митчелл и нес это майки с нашивками по-другому называется стич слова шов майки сан-антонио тим данкан и шарлотт хорнется это тоже майки стич того же класса они же еще также иногда и называются nike swingman но только в данном случае шарлотт это nike сан-антонио это adidas вот это три майки одного и того же класса так скажем то есть майки с нашивками а вот там на заднем плане у нас еще две маячки индиана пейсерс это тоже nike swingman но это майка горячего прессования то есть надписи на ней нанесены не нашивками а методом горячего прессования рассмотрим ее тоже поподробнее ну и майка коби брайанта лейкерс это майка с полной вышивкой ну или по другому называется еще аутентик вот сейчас мы их все по очереди и рассмотрим начнем самый простой с реплики chicago bulls и так реплика это такая майка которая с одной стороны вроде бы это майка chicago bulls да но с другой стороны она не претендует на то чтобы отражать полностью так как выглядит настоящая майка баскетболистов то есть по сути кроме надписей bulls 23 с обратной стороны джордан они нет ни нашивок название не логотипа нба не логотипов там всяких найков adidas вот сделано она в принципе из такого же вот сетчатого материала как и другие майки вот видно не видно надписи на ней все сделаны просто обычным принтом таким же как вы можете пойти в любом салоне где печатают на кружках или на футболках печатать любую надпись то есть это просто такая очень 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 тоненькая наклеечка пытаюсь сфокусироваться вот на цифрах лучше видно то есть сквозь наклейку даже фактура ткани просвечивают эти дырочки перфорации здесь на логотипе просто 3xl полиэстер сделано в китае сейчас с обратной стороны глянем с обратной стороны тоже самое точно такие же вот наклеенные тонкие-тонкие буковки не фокусируется в общем несколько раз я стирал пока что буковки не отвалились так что носить по дому можно так теперь давайте перейдем следующему типу майка свингмен от компании ничего нес как называемый hardwood classic все надписи здесь сделаны нашивками то есть вот это такой гладкий материал по-моему винил называется он и он по периметру пришит очень таким хорошим надежным швом все это очень красиво так смотрится также сделанный номер логотип нба полностью вышит здесь бирка мичелл и нес материал здесь к очень крупная сетка достаточно такой жесткий шершавый не очень приятный на ощупь отличается от того как на современных майках и они эти майки идут как правило сзади чуть-чуть удлиненные то есть несколько сантиметров сзади майка длиннее чем спереди со спины все то же самое то есть буквы каждая буква по отдельности пришита выглядит все довольно таки надежно и симпатично так теперь давайте посмотрим современные на их свингмены современную мы на 1 рассматриваем на примере майки шарлот хорнерс нити вот такой такая бирка надпись свингмен размер 50 нашивка шарлот это такой же вот материал как и на номере допустим и как на названии команды аккуратно пришит все смотрится очень красиво сам материал перфорированная сетка то есть жаркую погоду хорошо проветривается очень удобно летом носить циферки так же как и на предыдущей майки это сделано из винила и все очень таким надежным швом все прошито пришита также с надписью хорнерс тоже все самое здесь вот логотип это по моему такие майки были в честь 75-летие nba то есть обычно тут логотип найка вышитые здесь вот прыгающий этот баскетболист здесь нашивка рекламная вполне вам может попасться майки без рекламные нашивки тут раньше же их не было а сейчас зависит от продавца как попадется с обратной стороны давайте глянем вот фамилия пришита цифра 2 тоже все то же самое и логотип бир мб а также на этом на виниле напечатан и пришит если вам попадется таиландская майка то там он может быть быть и просто в виде наклейки вот этот логотип не угадаешь что за производитель вам попадется ну и ломала бол сейчас вам уже под первым номером играет раньше играл под старым это майка то она не такая новая давайте следующую майку рассмотрим так майка san antonio spurs team duncan это такая же майка с нашивками но от adidas то есть это одна из самых первых моих маяк покупал наверно еще году в 1013 или 14 вот тогда майки выпускал не like adidas будут они вот такими есть у меня еще аналогичная майка зак рэндальф вот этот team duncan смотрите также здесь все цифры все надписи все сделано нашивками так делайте поправочку что майки уже девять лет и вот видите да где тут кое-где постирались уже от этот рисунок многочисленных стерек летал шпора вообще тут с нее облезала конечно раньше гораздо лучше выглядело на adidas овских майках вот эта нашивка на груди на себя была с полной вышивкой это не как вот ломала булада просто нашивка это полная вышивка и полная вышивка логотипа adidas сделанного вьетнами сам материал здесь немного другой то есть он такой же дышащий но вот если вы так поглядите тут вот такая как бы явная перфорация незаметно видно да что тоже в дырочку также он хорошо в принципе дышит немного другой с обратной стороны также это все нашивки на майке кстати мемфиса вот здесь есть еще логотип мемфиса нашитый такой цветной красивый здесь нету что давайте теперь перейдем к майке индианы так это майка горячего прессования то есть горячее прессование это тот метод которым нанесены надписи на саму майку вот она также называется nike swingman вот смотрел я американские обзоры на майке на ю тубе и вот именно вот такие майки горячего прессования это то что продается на официальном сайте нба а вот таких майок с нашивками там вовсе не продается то есть вот эти все майки они фейки не фейки подделки не подделки может быть конечно этот эксперт который делал ролик он и сам может ничего не знает но в америке короче таких вот майок с нашивками в официальном магазине вы не купите официальном продается вот такое вот добро с надписями сделано методом горячего прессования давайте глянем поближе на эти надписи есть отдельный ролик посвященный этой майки у меня на канале видите там я и более подробно рассматриваю эти буковки они сделаны из такого же винила причем с более такого тоненького хлипкого и они просто сюда припрессованы методом горячего прессования что за метод я вам не подскажу в общем то они тут вроде как видите держатся руками вроде не отрываются но это майка новая я еще даже и не носил и не стирал как они будут держаться долго они будут держаться сказать сложно также вот и номер 0 нанесен такой же логотип майка вот американцы утверждают что вот эти майки настоящие а вот эти майки настоящие ну по мне так с нашивками майки они выглядят гораздо посимпатичнее вот это у нас майка сделано в таиланде давайте с обратной стороны посмотрим вот здесь также самое также номер и фамилия также они сделаны из тоненького тоненького винила и сюда припрессованы логотип мба то вот о чем я вам говорил таиландские майки он тут вообще вот просто это приклеенная бумажка сколько она тут продержится вообще непонятно ну вот и бирки здесь другие в отличие от там бирок нету потому что уже старая майка потом сверху крепится такая вот еще тут есть небольшое отличие в покрове сейчас покажу видите здесь как какой сделан спереди разрез может это конечно конкретные индиана такая фишка в покрове вот этой майки вот так сделано материал такой же чудо каких-то существенных различий я не вижу есть ощущение что вот этот чуть чуть поплотнее но это тоже может от команды зависит потому что она вот этих майках тоже от команды зависит иногда чуть-чуть разный материал на ощупь даже не от команды от модели то есть в одной и той же команды допустим синяя майка golden state имеет вот такую структуру а какая-то city edition такая более гладкая шелковистая что ли почему они тоже чуть-чуть они отличаются на ощупь материалами вот так теперь давайте посмотрим что у нас там еще скоби брайан то так майка аутентик с полной вышивкой в данном случае это опять же не найка аутентик а это так как это коби брайан то это митчеллен с то есть ретро давайте в первую очередь посмотрим по крови и материалы видите здесь чуть-чуть зад сделан хоть округленный длиннее чем перед и во вторых да то есть видите сетка такая же вот как на свингменах такая же перфорация не такая как на майке скотти пиппона которую мы смотрели где митчеллен с но там такая более грубая ткань с крупной перфорацией и еще здесь отличие что это материал более тянущийся в него добавлен видимо спандекс или эластан если ее так в ширину растягивать то чувствуется она более тянущаяся более упругая и более лучше будет садиться по фигуре вот чем те майки сингмена ну и главный главная чем фишка то майк аутентик это полная вышивка то есть все буквы векерс на все цифры они по поверхности это не просто гладкая гладкий кусок винила да тут по них по верху вышиты ну и все пришиты естественно то есть я так понимаю взят кусок ткани по нему все выше то и он этот кусок пришить самой майки логотип ба вышивка более подробный обзор смотрите в другом ролике на канале более подробный обзор майк с вышивкой а там еще другая есть майка вот это на хобби рассматривал и вот даже вот этот ярлычок hardwood classic коби брайн вот здесь вот этот буквы тоже это все сделано вышивкой материал ворсистый она майки скотти пиппана допустим там это просто гладкий такой же винил и на нем просто напечатано вот это самые как бы считаются дорогие майки на сайте nba стоит 200 долларов а то и дороже вот теперь вы видели на чем они отличаются но с обратной стороны смотреть не будем там также такая же цифра 24 надпись браинт сделано также как надпись лейкерс вот так вот в конце сейчас вставлю еще ссылки на мой магазин авито и на мой телеграм-канал где есть все актуальные ссылки где вы можете у меня приобрести разные типы майк спасибо за внимание